Продолжаем все матчи без конференции. Сергей Витальевич Гуренко. Владимир Владимирович, Ваше мнение о сегодняшнем матче? Доволен ребятами, доволен результатом. Ни один в футболе с ним не выпал. Добавил положительного результата и фрагментами показывал. Очень интересный футбол. Наш потенциал значительно выше. Нужно еще прибавлять в завершающей стадии. Но в целом доволен командой. Коллеги, Ваше вопрос. Как Вы отнесетесь к тому, что чемпионат будет провести на следующей неделе? Нужно ли это делать? Будет приостановлен? Я не знаю, этого будет или не будет. Я с тем не буду приостановлен. Будет и будет. Что скажут делать, то и будем делать. Мы люди, как сказать, мы спортсмены. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать. Будет и будет. Что делать? Будем на карантине. Надо думать просто как это, чтобы ребят немножко в форме держать. Карантин карантином, но мы спортсмены. И никто же не может сказать, на какой срок может быть карантин. Он может и на год подойти. Никто же не знает. Я об этом даже не думаю. Что будет, то будет. Когда скажут, то будем думать. Следующий вопрос. Пожалуйста. Микрофон, микрофон, пожалуйста. Я Кузнецов, РД. Сейчас люди по всему миру смотрят белорусский чемпионат. Как это влияет на Вашу игру, на Вашу мотивацию? Я не знаю, но мне кажется, может быть у ребят больше ответственности. Это надо у них спрашивать. Я как работал, когда наш чемпионат меньше смотреть, так и сейчас работаю так же. С той же мотивацией, с тем же желанием. Следующий вопрос. Пожалуйста. Хомяков, Никита, футбол Беларуси. Сергей Витальевич, сегодня Евгений Шикавко не вышел с первых минут. Хотя вроде хорошо провел прошлый матч. Чем это связано? Ну, я поставил тех, кого считал, кто лучше выиграл на сегодняшний момент. Следующий вопрос. Владимир. Владимир Клюлин, «Комсомольская правда» Беларуси. Сергей Витальевич, обычно даже в матчах, когда игра получается, вы первую замену делаете в этой минуте на 57-й. Сегодня, по-моему, на 85-й Ложкин ушел. Почему так позже делали? Ну, ни один футболист не выпал. Некого было менять, потому что все хорошо двигались, все хорошо играли. И я не видел смысла вносить какие-то изменения в состав. И мы бы доиграли до конца просто. Ну, ребята разминались практически. Хотел их как-то так выпустил, чтобы некоторые ребята дебютировали. Но зачем кого-то менять, когда ты видишь, что у всех все получается и команда хорошо играет. Следующий вопрос. Владимир, продолжаем. Белонок, Шитов, Козлов. И когда можно ждать их возвращения в строй? И что с ними? Ну, Белонок термировал. Вот, Шитов переведен дубль. Вот это все. Когда Белонок поправится и наберет свои лучшие кондиции, когда и увидит. Следующий вопрос. Некоторые тренеры и фан-клубы выступают за прекращение чемпионата. Вы их понимаете или считаете, что риска нет? Ну, риск даже есть, что мы с вами тут находимся. Риск есть ехать в одном автобусе. Ну, если на то пошло. Мне как-то моя парикмахерша рассказала, говорит, у нее подружка есть. Вот. Так она сидит, прийти никуда не выходит, ничего. А муж таксист. В чем логика, я так пока и не понял. Поэтому давайте, наверное, будем жить, радоваться, что мы живем. И поменьше вот это нагнетание, поменьше вот это как-то. И вы понимаете позицию фан-клубов, которые призывают малыша подсмотреть футбол дома? И не проходить без футбола? Ну, я это понимаю. Но каждый волен сам поступать, как он. Следующий вопрос, Егор. Пожалуйста. Сергей Юрьевич, вы прошу этого сказали честно. Почему он тренируется с дублем, если он скрытым? Это мое решение. Следующий вопрос. Если вопросов больше нету, большое спасибо. Спасибо.